Здравствуйте, меня зовут Виктор, вы находитесь на канале Крокодила. Данное видео является продолжением видео о высококачественном звуке. Если предыдущее видео было созданием микрофона, то в этом видео будет рассмотрен более широкий круг проблем. Если по порядку, то мы рассмотрим запись звука как на встроенную в компьютер звуковую плату, так и на отдельную USB звуковую карту, борьба с эхом и посторонними шумами. Помимо этого рассмотрю простейшую постобработку звука, а также расскажу некоторые особенности записи звука. Итак, запасайтесь печеньком и чаем, так как видео будет достаточно долгим. Начнем с того, что рассмотрим качество звука, в зависимости от того, какой микрофон используется, а также сравним запись USB звуковой карты и встроенный в ноутбук звуковой карты. Естественно, хорошую передачу голоса может дать высококачественные микрофоны, но цена на такие игрушки будет немаленькой. Вследствие этого в данном видеоматериале будет представлено три типа микрофонов, которые мне достали за небольшие денежные средства, и в которые в разный период жизни я использовал для разговора и записи голоса. Если по порядку, то это встроенный веб-камеру микрофон с питанием от USB, микрофон от компании Defender, а также самодельный стерео микрофон с предусилителем звука, сбор которого вы можете нам найти на моем канале. Также для записи и разговора с недавних пор я начал использовать внешнюю USB звуковую карту, заказанную с AliExpress. Чтобы не затягивать вступительность частью, сразу перейдем к испытаниям микрофонов. Порядок будет следующим. Микрофон с веб-камерой, микрофон Defender и самодельный микрофон. Запись и все работы со звуком в данном видео будет осуществляться в программе Audacity. Драйвер на звуковой карте ноутбука стоит стандартный. Все встроенные в этот драйверы утилиты и улучшатели звука выключены. Качество записи выставлено максимальным. Итак, начнем с записи на встроенный в ноутбук звуковую карту. Я узнал, что у меня есть огромная семья и тропинка. И лесок, небо, поле голубое. Это все мое, родное, это родина моя. Как было слышно, разница в записи голоса значительна. Теперь добавим внешнюю USB-карту и также запишем голос. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северной авроры. Звездой из севера явись. Как было слышно, при записи через USB звуковую карту, звук от встроенной веб-камеру микрофона совершенно непригодный. А вот звук от микрофона Defender очень хороший. Никаких помех и голос очень чистый. Что касается самодельного микрофона с предусилителем, он звучит так же, только уменьшилось количество помех. В общем, выводы я сделаю следующие. Встроенный в веб-камеру микрофон использовать не стоит. Причинами тому слишком большие шумы. Но это может быть и единичный случай. И про таких шумах USB-звуковая карта не поможет. Но как факт, звук от внешней звуковой карты намного лучше. Хотя цена ее составляет 100 рублей. Я это продемонстрирую на микрофоне Defender. Сравним запись звука микрофона Defender на USB-звуковую карту и встроенную звуковую карту. Когда по стеневе морей Зефир скользит и тихо веет И веретилы горных кораблей И челны на волнах лелеет С заботы дум свагая груз Когда ленюсь я веселее И забывая песни мус Мне море сладкий шум милее Теперь, как стало понятно из сравнения, то звук, записанный через USB-звуковую карту, отличается от звука, записанного через встроенной в компьютер звуковую карту. И отличие заключается в отсутствии шумов и усилении сигнала, А как и следствие, звук стал сильнее, приятнее и качественней. Что касается записи звука на самодельный стерео микрофон с предусилителем звука, то он изначально выдавал мощный сигнал, который приходилось занижать программно, а при использовании USB-звуковой карты сигнал приходилось уменьшать до нескольких процентов. При этом количество шумов при использовании внешней звуковой карты также уменьшилось. Теперь немного субъективного мнения, смысл которой я сведу к следующему. Что если вы сделаете свою систему предусилителя для микрофона, то большой необходимости внешней звуковой карты нет. Конечно, она дополнит систему, но можно будет обойтись и без нее. Но если вы используете самый простой микрофон, то она просто необходима, так как она усилит сигнал и позволит понизить количество шумов. А также достаточно позволит усилить сигнал. Хочу также заметить, что я использую одну из самых бюджетных звуковых карт. Я думаю, что если взять звуковую карту подороже и покачественнее, то можно получить более интересный эффект. Последним скажу о воспроизведении музыки через внешнюю звуковую карту. Тут один из самых сложных вопросов и мнение будет полностью субъективное. В общем, звук стал, как по мне, он объемнее и глубже. Ну, не знаю, как это описать, да и, в принципе, вообще можно ли это описать. Ну, возможности никаких просто замерить этого нет. В общем, покупкой полностью доволен. Теперь перейдем к следующей части – борьба с эхом посторонними шумами. Для начала пишу причины возникновения их. Эхо возникает при записи голоса в горах, в пещерах, в ангарах или дома, если стены у вас не обиты звукоизолирующим материалом. Возможно, некоторые из вас видели, как у некоторых достаточно известных блогеров, что ведут свои каналы, стены частично обиты звукоизолирующим материалом. Это делается специально, чтобы избавиться от эха, возникающего от резонирования звука от стен. Но с этим эффектом можно бороться и другими способами. Просто обставить свою комнату вещами, повесить занавески, поставить полки с книгами. Ну или еще проще – накройтесь покрывалом или одеялом, когда пишете звук. Правда, такой способ совсем не подойдет людям, которые ведут свои стримы или прямые включения, потому что выглядеть это будет как-то странно. Теперь перейдем к посторонним шумам. С ними бороться в некотором смысле проще, а в некотором – тяжелее. К примеру, посторонним шумом может быть тиканье кухонных механических часов, работа холодильника или перфоратора соседа. В первых двух случаях холодильник можно выключить, часы снять и убрать. А вот соседам тут уже либо ждать, либо попросить его, чтобы он повесил полку чуть-чуть попозже. Или как оптимальный вариант – дождаться ночи, когда шумов будет самое малое количество, и начать запись. Я вот в отличие… ну как бы в основном пишу ночью. Холодильник выключаю и накрываюсь одеялом во время записи. Теперь, пожалуй, расскажу об самом большом шуме, который возникает во время записи голоса. И это электронный шум. Пример записи электронного шума сейчас будет и без него. Итак, электронный шум представляет собой шум в сети. И тут есть два способа борьбы с ним. Первый – это использовать внешний источник питания. Второй – это сделать заземление вашему компьютеру. Единственное, что посоветую – к батарее не цепляться. Пожалуй, на этом закончу рассказ о записи голоса и начну повествовать рассказ об обработке голоса. Итак, для записи голоса существует ряд хороших программ. Лично я использую программу Audacity, используя ее за ее простоту и функционал. В ней есть все необходимое для записи голоса и последующей обработки его. Итак, давайте запишем с вами еще один стишок и проведем его обработку. Где ты была сегодня, киса? У королевы, у английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре? И первым, что я делаю – это применяю эффект подавления шума. Делается это просто – берется кусок звука с тишиной, и на основе него делается модель шума, которая впоследствии применяется ко всей дорожке. После этого участки без звука можно удалить, так как они нам больше не понадобятся. После этого применяется компрессор звука, по сути он позволяет сделать более узкой разницу между самым тихим и самым громким звуком. Так же, чтобы голос звучал лучше, стоит поиграться с эквалайзером. Там можно добавить или уменьшить частоту. Благодаря этому можно добиться более желаемого звучания голоса. Также полезно будет применить эффект лимитер. Он срезает резкие звуковые пики. В самом эффекте выставлен пункт Hard Limiter. По сути эффект дополняет компрессор. Где ты была сегодня, Тиса? У королевы. И последним, что посоветую, это применить эффект нормирования сигнала. Он добавляет громкости нашему звуку до указанной величины. Где ты была сегодня, Тиса? У королевы, у английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре? Итак, итог этого видео будет следующий. Что звуковая карта это очень полезное приобретение. Так же стоит подобрать либо сделать хороший микрофон. Следующее. Не забывайте о шумах, особенно об электронных. После записи проведите обработку звука и на выходе вы получите тот звук, который уже будет пригоден для прослушивания. В описании я оставлю ссылки на звуковые карты и видео о самодельном микрофоне. Если захотите купить себе звуковую карту, то покупайте по моему коду. Этим вы поддерживаете канал. А на этом я закрываю данную телу, пока не произойдет что-то интересное в этой области. И всем пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...